По всей стране чествуют медицинских работников. 21 июня они отметили свой профессиональный праздник. Городской округ Люберцы не стал исключением. Врачи, медсестры, младший медицинский персонал приняли поздравления от руководства округа и партии «Единая Россия». Обычно в этот день устраивают большие концерты, куда приглашают все медицинское сообщество. На этот раз пандемия внесла коррективы. Праздник пришел к медикам на работу. Врачи и медсестры ухтомской больницы приняли поздравления от главы округа Владимира Ружицкого. Я вам искренне говорю слова благодарности, самые добрые вам пожелания, здоровья, долголетия и спасибо за то, что вы делаете ежедневно, ежечасно. Нескольких сотрудников больницы отметили знаками отличия. За заслуги перед городским округом Люберцы, за доблестный труд, за усердную службу и благодарю, врачи и медсестры получили сертификаты на предоставление жилья. Здесь я работаю уже с 2011 года, но подала, конечно, документы, ну, наверное, год назад. Насколько я помню, в январе я принесла документы, вот сегодня уже я как бы получила комнату. Ну, конечно, это счастье. Такой подарок в честь праздника получили 14 медработников городского округа Люберцы. Всего в этом году власти помогли решить квартирный вопрос 23-м медикам. Конечно, мы стремимся быть вам полезными, помогать во всем. Я думаю, у нас где-то это получается. Мы стремимся обеспечить и жильем, мы занимаемся ремонтами, тоже вы замечаете, в этом есть определенная динамика. Песни и слова признательности звучали также на территории первого стационара Люберецкой областной больницы. Лучших представителей профессии отметили наградами Московской областной думы и городского округа Люберцы. 50 лет я отработала в этой больнице, 50 лет. Представляете, это же только много. Я не пожалела. Это 50 лет, но мне кажется, что это было только вчера. Первое наше желание, чтобы мы вернулись к своей основной деятельности, прекратили ковид. Это самое главное, наверное, пожелание. Праздник состоялся и у тех, кто работает на передовой и встречает опасность первыми. Врачи центральной подстанции скорой помощи принимали поздравления, не отходя от рабочего места. Пока звучали слова благодарности, двум бригадам пришлось отправляться в бой, спасать людские жизни. Я очень надеюсь, что мы все станем бережнее относиться к своему здоровью, чтобы машины с этой территории выезжали реже. Теперь квартира близко с работой не мечта, а реальность. Для фельдшера из династии врачей Валерии Кидаловой. Ежедневно она ездила в Люберцы из Тульской области. Нелегко далось во время пандемии, когда в разы возросла нагрузка. И все это в первый год работы в скорой помощи. Но все трудности, говорит Валерия, ничто на пути перед врачебным долгом. Было очень тяжело, конечно. Работала постоянно в костюмах. По 8-10 часов мы катались в этих костюмах. Общалась с семьей только по телефону, через WhatsApp, сына видела, через видеосвязь. Мне нравится спасать людей, оказывать им помощь. Так, чтобы они жили. Жили, чтобы было у людей здоровье, счастье. В этом году День медицинского работника несет в себе особое значение. Люди в белых халатах оказались на передовой борьбы с опасной инфекцией. Профессиональный праздник – еще один повод сказать спасибо за благородный и самоотверженный труд. Люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу.